Дом поставил своими руками, да земля оказалась казенная. Так живут тысячи улан-уденцев десятками лет. Мы считаем, что нарушаются наши конституционные права, право на собственность. А по генплану оказывается, что земля-то рассчитана не на одну семью, а на большой многоэтажный дом. Здесь сочетание высотных домов и индивидуальной жилой застройки в классификаторе не предусмотрено. Но всё равно ваше предложение было включено, и мы на комиссии будем рассматривать отдельно данный вопрос. Чтобы люди узаконились, а город развивался и ширился, в скором времени в правилах землепользования и застройки изменится несколько пунктов. Благодаря этому около 80-90% жителей смогут получить право на землю. Не попадут в это чисто лишь зоны ограничений. Территория ограничений, давайте так скажем, это зона аэропорта. Всё-таки потому что левый берег, левый бережье, там есть как у нас гражданский аэропорт, так и зона 1% паула. Это у нас с вами страна Восточного. Это, будем говорить, где у нас находится авиазавод и военный аэродром. Туда же относятся и подтопляемые территории, расположенные вдоль Уды и Селенги. Посёлок Южный встроился в начале того века. А сейчас дома запрещают, узаканивают даже есть участки, а дома запрещают, ставят 1% паула. Кто когда там топил, непонятно. Я объясню, что такой 1% паула, чтобы для всех это было понятно. Это паула, который бывает один раз в 100 лет. Мы с вами можем всю жизнь прожить и никогда нас на этой территории может и не топить. А наши с вами внуки, проживя там 10-15 лет, увидят этот паула. Точки растают в этом вопросе на ближайшей сессии городского совета депутатов. С одном Ирденеев, Инесса Дондукова, Сергей Костенко. Новости дня.